Детская музыкальная школа номер один, центр культурной жизни Бреста. В ее стенах взращивают настоящие таланты, о высоком уровне мастерства которых свидетельствуют результаты. Из года в год копилка достижений школы пополняется новыми наградами. За успехами и громкими победами учеников стоит колоссальный труд. В этом убеждаешься наверняка, наблюдая за тем, как проходит занятие гитариста Евгения Наварка, талантливый юноша, симпедиат специального фонда президента Республики Беларусь. География его концертных выступлений весьма широка. Ученик музыкальной школы громко заявил о себе далеко за пределами Беларуси. Недавним выступлением на международном фестивале в Москве ему вновь удалось покорить судей. Юноша вернулся с очередным гран-при и ценным подарком дорогим авторским инструментом. Надо было сыграть произведение российского автора, и вся эта программа должна была быть не более 10 минут. Впечатление замечательное, так как это был не просто конкурс, а конкурс-фестиваль. Там проходили множество концертов различных гитаристов. Концерты были тоже на высшем уровне. А гитара – это замечательная гитара, ручная работа российского мастера Самойлова. Он из города Пятигорск. Тоже замечательного уровня. В коллекции молодого музыканта это уже четвертая гитара, завоеванная трудом и старанием. Залеустремленный юноша собирается и дальше выступать на конкурсах, чтобы набираться опыта, ведь в планах поступления в музыкальный колледж. За успехами молодых талантов, конечно, стоят высоко квалифицированные педагоги музыкальной школы. Ирина Сопронова знает, как привить любовь к искусству своим ученикам. Подопечные педагога с 40-летним стажем блестяще владеют игрой на фортепиано. Свой талант они продемонстрировали на ежегодном областном фестивале конкурсе пианистов. В средней группе первое место заняла ученица 6 класса Минина Ксения. В старшей группе первое место было присвоено ученику 8 класса Богданову Роману. Также он был награжден грамотой за лучшее исполнение белорусского произведения. Хочется сказать, что мы достигаем таких результатов благодаря тому, что у нас в школе создана очень хорошая творческая обстановка. Хочется работать, хочется творить и хочется побеждать. Результатом своей работы скромный преподаватель Ирина Сопронова считает достижения своих учеников. С коллегой согласен и Владимир Будько, руководитель образцового инструментального ансамбля «Парафраз». С коллективом педагог недавно вернулся из Праги с 13-го международного конкурса фестиваля «Пражский звездопад». Выступление брещан заслужило высокой оценки. Результат – гран-при. Когда мы приехали, нам сообщили, что это конкурс. Когда представили жюри, немножко были так ошарашены, испугались. Но выступили вроде бы успешно. Участие в подобных конкурсах – это проверить себя, прежде всего, путешествовать. Ну и, конечно же, прославить брещину, школу родную. Копилку наград пополнили и другие ученики школы, а также их преподаватели. Такой букет достижений – стимул к новым вершинам, которые творческие и одаренные брещания непременно достигнут. Все мероприятия у нас проходили в весенние каникулы. Это последняя неделя марта. И очень приятно, что она оказалась очень насыщенной на различные творческие мероприятия для наших детей. Достаточно сказать, что на шести международных конкурсах областных наши дети поприсутствовали, приняли участие и стали лауреатами и дипломантами. Мы ставим всегда перед собой высокие творческие задачи и стараемся их достойно выполнять, потому что школа известная, школа, которая имеет большие традиции, ну и надо соответствовать тому уровню, которого мы достигли. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.